Доброе утро всем! Для меня завтрак это святое время. Вообще встаю я в 7 утра. Зарядку никогда вначале не делаю. Вначале должна позавтракать спокойно. Потом может быть какая-то физическая нагрузка уже. И вот завтрак, могу признаться, что с домашними никогда практически не завтракаю, потому что это мой личный ритуал. Мы завтракаем вместе только в выходные дни. На завтрак, мне кажется, очень важно, просто чтобы это время принадлежало тебе, потому что это эмоциональная настройка. Это время, когда ты просыпаешься, когда ты входишь в ритм города. И потом, знаете, это очень важно. У нас вообще организм работает как механизм, как система, как конвейер. И для организма критично важно, чтобы были определенные ритуалы. И, например, ритуал, связанный с едой, полезнее гораздо для фигуры. Это проверено опытом, чтобы этот ритуал приходился именно на утро, а не на ужин. Наверняка многие знают эту тему, когда целый день как попало, утром бегом, а ужин, наоборот, как раз главный ритуал по еде в течение дня. Ну вот это губительно для фигуры, особенно после определенного возраста. Ну что, для болтушки самое важное, знаешь, это, конечно, яйца, но еще очень важно масло. Масло должно быть сливочным. Но я использую уже довольно давно топленое масло, или кхи. Оно гораздо более полезно. И это такой плотный завтрак, когда нужно как раз так, знаешь, внутренне, внутренне так почувствовать. Почву под ногами, а не быть такой легкой и волшебной. Чуть-чуть соли, немножко. Вот я взбила. Достаточно, чтобы была однородная, конечно, масса, чтобы белок очень хорошо соединился с желтком. Как раз соль помогает это сделать. Добавила совсем чуть-чуть молока. Молоко тоже помогает соединиться белку и желтку. Уже зажигаем сковородочку. И на самом деле, что такое болтушка? Это кашка. Это когда мы не даем застыть яйцам этой вот смеси, как омлету. Да. Нужно дождаться, когда все-таки будет уже жар от сковородки. Да, есть. И выливаем болтушку. Я наблюдала во многих отелях, когда путешествую, наблюдаю, как делают омлет. Это всегда меня интересует. Как делают болтушки. И в одном очень хорошем отеле как-то вступила в спор с поваром, который на завтраке там все это делает. И он мне позволил сделать эту болтушку. И сказал мне, в общем, что 6 баллов. Из пяти? Из пяти. У него был просто пятизвездочный отель, а моя болтушка была на шестизвездочный. Смотри, вот видишь, начинает схватываться. Вот. Вот мы уже видим, да? Вот надо уже потревожить. Уже надо потревожить. Но не раньше. Я люблю, чтобы кашка была из, знаешь, из таких, ну, крупных хлопьев. И ни в коем случае ее нельзя передержать, чтобы она не была очень такая тугая и жесткая. Включить музыку. Я очень люблю готовить с музыкой, конечно, да. Видишь, видишь, что происходит? Вот эта вот структура появляется такая. Видишь, какая она? Вот надо, чтобы... Мы сейчас чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И вовремя снять. Вот видишь, она на глазах превращается в такую... Вот, собственно, и все. Все. Зажаривать не надо. Не надо, нет. Видишь, какая она получилась? Чуть-чуть даже жидковатая. И такой сливочный, мягкий вкус будет. Что-то еще нужно? Ты знаешь, что? Обязательно, конечно, нужен черный перец. Такой именно молотый. Во-первых, это и красиво. И это оттеняет этот нежный вкус. И можно дополнять чем угодно. Ты можешь ложечку икры положить. Ты можешь положить дольки авокадо рядом. Ты можешь козью сыр положить. Чуть-чуть рикотты. Даже можешь внутрь. Ты можешь, конечно, малосольную семгу или форель. Вообще, ну вот, все, что угодно, на самом деле. Я тебе сделаю. Мне подруга привезла черный трюфель свеженький. Сентябрьский. Сентябрьский. Ты понюхай, как пахнет. Ну, скажи. Ну, это время принадлежит только нам. Ну, кто? С кем можно это разделить? Бегом. Никак. Никак. Это может многое изменить в сегодняшнем дне. Просто многое. А, какая прелесть. Смотри. И вот, во-первых, там же есть еще масло. Они уже здесь порезанные. И будет такой, этого нужно очень немного. Иначе будет перебор, и он никому не нужен. И так чуть-чуть. Абсолютно. Это должен быть шлейф. Это как шлейф от духов. Или это могла бы быть сверху горстка зелени, например. Ну, и знаешь что, на самом деле? Это идея для воскресного завтрака вдвоем. Вдвоем. Когда нет рядом домочадцев, детей. Вот вдвоем. Но мужчина не один. У него нет шансов. Ни один не устоит. Держи. Ура! 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 Ура!